На канале РТВ и Международные новости в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Гражданская война стоила Сирии 200 миллиардов долларов. Президент страны Башар Асад, свергнуть которого на протяжении пяти лет пытаются многочисленные оппозиционные группировки, подсчитал экономический ущерб, нанесенный стране вооруженным конфликтом. Судя по заявлениям, Асадон уверен, что будет участвовать в восстановлении Сирии, то есть сохранит пост. Впрочем, очень скоро, по его словам, в течение нескольких лет будет готов черновой вариант новой конституции страны. Сирийский лидер одновременно заявил о силах, которые могут сорвать процесс урегулирования. По словам Асада, такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и ряд государств Запада, особенно Франция и Великобритания, напрямую поддерживают терроризм. Остальные же просто наблюдают. Франсуа Ланд не хочет лишать террориста французского гражданства. Вернее, не хочет носить изменения в Конституцию, которые позволят так поступать. Сегодня президент Пятой Республики заявил об отказе от конституционной реформы, которую было решено провести после кровавых терактов в Париже 13 ноября прошлого года, жертвами которых стали 130 человек. Правительство тогда выступило с инициативой лишения французского подданства лиц, осужденных за терроризм. Идея правящей команды вызвала в обществе и в политических кругах жаркие споры. В итоге Оланд, по собственному признанию, был вынужден отказаться от своих планов. Экономические ограничения, введенные Вашингтоном в отношении Москвы из-за аннексии Крыма и разногласий по Украине, являются мощным политическим оружием и нацелены на центры власти, в которых вырабатываются решения. С таким заявлением выступил глава Минфина США. Джейкоб Джозеф Лью подтвердил желание американского правительства продолжать санкционное давление на Россию. «Измените свою политику и последует смягчение санкций», – советуют в Вашингтоне. В Москве, впрочем, играть по американским правилам не хотят. Россия бойкотировала саммит по ядерной безопасности в США. Моя коллега Нина Шамуге о ядерных премиях. Москва упустила возможность. Так, решение России не участвует в саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне в конце недели, прокомментировали в США. Заместитель советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Бен Роц назвал позицию Кремля самоизоляцией. «Насчет решения России не участвовать в саммите на высоком уровне. Мы считаем, что это в первую очередь упущенная возможность. Россия имела выгоду от сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Честно говоря, делая это, они изолируют сами себя». «Мы не только не изолированы, но и являемся сопредседателями саммита вместе с США». А заявления Бена Роца политизированы. Это ответ Москвы-Вашингтону. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, необходимости в проведении саммита нет, так как политическая повестка давно исчерпана. Если первый саммит в 2010 году в Вашингтоне, созданный по инициативе Барака Обамы, имел смысл, поскольку он позволил привлечь на высшем уровне внимание к актуальности этой проблематики и позволил дать импульс этой работе на международной арене и на национальном уровне, то в чем смысл нынешнего саммита, нам не совсем понятно, поскольку проблематика носит очень специальный характер. Она больше для физиков, ядерщиков, для спецслужб, инженеров. Это не те темы, которые нужно обсуждать на высшем уровне». На Смоленской площади отмечают, Россия принимала участие во всех предыдущих трех саммитах – в Вашингтоне в 2010, в Сеуле в 2012 и в Гааге в 2014 году. Но организаторы саммита 2016 изменили концепцию мероприятия и выработанные в его рамках указания международным организациям, по мнению российских дипломатов, станут попыткой навязать мнение ограниченной группы государств. Причину, почему России не о чем разговаривать с США о сфере ядерного разоружения, в Москве назвали еще в феврале. Замглавы Медроссии Сергей Рябков пояснил, страна уже снизила количество своих ядерных боеголовок до параметров, которые существовали в конце 50-х – начале 60-х годов. Еще один камень преткновения в диалоге двух ядерных держав – размещение США своих ПРО в Европе, а также модернизация американского ядерного арсенала в регионе. Ссылки на иранскую, да и на северокорейскую ракетно-ядерные угрозы лишь прикрывают истинные планы. А их истинная цель – в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников, прежде всего, конечно, нашей стороны – России. В Кремле обещали дать адекватный ответ, а также продолжать развивать ударные системы, способные преодолевать любые ПРО. И прямо перед саммитом в Вашингтоне начались масштабные учения ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. На полигоне в Иркутской области более 4 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники, из которых 20 – пусковые установки «Тополь». Поставленная задача – отработка вывода ракетных комплексов на боевые позиции и их маскировка. Межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М» способны нести термоядерный заряд. Нин Шамуги, Артевиай. В США, Великобритания, Франция и Германия призвали СовбезООН дать адекватный ответ на запуск Ираном баллистических ракет. Стороны Запада считают, действия Тегерана противоречат резолюции, принятой в поддержку так называемой ядерной сделки. В соответствии с соглашением, режим АТОЛ сворачивает свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. Но участники формата 3 плюс 1 – три постоянных члена Совета Безопасности плюс Германия – подчеркивают, что Иран проводит испытания ракет, которые, очевидно, способны нести ядерный заряд. Агенция Коом Панги Мун, впрочем, призывает Совбез не принимать необдуманных решений. Иранцы смогли снять с себя с санкции, наложенные Советом Безопасности ООН. Вопрос о новых санкциях должен принимать тоже Совбез. И хотя запуск ракет Ираном вызывает озабоченность, мы должны очень аккуратно подходить к вопросу принятия новых ограничительных мер. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на канале RTV и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова